Российская сборная по керлингу готовится удивить своих болельщиков на Олимпийских играх в Сочи. Этот вид спорта прижился в нашей стране не сразу, хотя впервые о нем узнали еще в 19 веке. В Петербург и Москву керлинг привезли английские дипломаты, но развитию тогда помешала революция. От шотландского слова кур, а когда камень пойдет катиться, такой звук издает. Там нужна и логика, и мышление, чтобы выбить камень, и не потерять свой. Мне очень понравилась эта игра, вот и я решила заниматься. На что шотландцам понадобилось 500 лет, мы освоили за 20. Третье место на чемпионате Европы в 2011-м, из золота 6-го и 12-го годов. Однако тренировочной базы в масштабах страны до сих пор нет. Это раньше можно было толкать булыжники по замерзшему озеру. Сегодня керлинг – это жесткие нормы до градуса и миллиметра. Проводили эксперименты, допустим, даже малейший волос, частица какая-то, она может кардинально поменять движение камня. Но так как у нас рассчитано на малейшие нюансы, игра может не состояться вовсе. Единственное, в чем нехватки нет даже в регионах, так это в желающих заниматься. Как шутят сами спортсмены, в России наконец поверили, что керлинг – это не хороший навык для мытья полов, а самый настоящий спорт. А еще керлинг – это острый глаз, крепкая рука и две золотых олимпийские медали. И, как говорят тренеры сборной, есть неплохие шансы на то, что медали эти будут уже на сочинских играх.